Девушки отдыхают Дверь никому не открывайте Чтобы с вами ничего не случилось Какая-нибудь нехорошая история Как, например, с семерами козлятами Давайте-ка я вам расскажу Жили-были волк и семеро козлят Только козлята маму слушали А волк совсем никого не слушал Поэтому он и вырос такой злой Невоспитанный и хулиган еще И вот как-то козленкова мама Пошла в магазин за молоко Или не за молоко Одним словом, ну зачем-то ей нужно было в магазин За капустой что ли? Уходит мама коза в магазин А козляточка и говорит Сидите тихонько Дверь никому не отпирайте Даже если скажут, что из милиции пришли Ну, или водопроводчики А открывайте только, если услышите такую песенку Козлятушки, браврые петушки Где же ваши ушки? А ты! Не то! Во как надо! Козлятушки, ребятушки Отопритесь, отворитесь А ваша мама пришла Молочко Она же за капусту пошла Нужно про капусту песенку петь Козлятушки, ребятушки Отворитесь, отопритесь А ваша мама пришла И капусту принесла Вот А волк взял И подслушал эту песенку Такой противный этот волк Ну подслушивать-то И хорошо И как только козы след простыл Волк сразу стал козлятам в дверь барабанить И петь Козлятушки, ребятушки Ваша мама пришла Молочка принесла Ничего себе мама Рычит, как грузовик А козлят и волку Тогда и говорят Уходи, ты не наша мама Наша ушла за капустой И не открыли ему дверь Но волку очень хотелось Лопать козлят Что же он придумал Пошел волк к кузнецу И попросил кузнеца Сделать его волчий голос Тонюсеньким Как козыль Тогда достал кузнец Огромадную кувалду А потом этой кувалдой Как взял И выковал волку Бескляненький голосочек Стал волк блеить Не хуже козы Прибежал он тогда снова козляточкам И песенку запел Козлятушки, ребятушки Отворитесь, отопритесь Ваша мама пришла Молочко И капусты принесла Козлятки обрадовались глупые Мамочку, мамочку кричат И давай дверь отпирать Только самый маленький Сильный козленочек Что-то недоброе почуял И в печку спрятался А волк ворвался в помещении И оставшихся шестерых козляточек Как есть всех проглотил И не подавился даже И все глазами-то зыркает по углам И ищет седьмого козленочка Услышал, что в печке кто-то чихает Кричит Вот ты куда козлик спрятался Сейчас, сейчас, я и до тебя доберусь Голосок у волка тонюсенький, страшненький Сам он весь от злобы трясется, зубами щелкает Только до козляночка дотянуться не может Тогда решил волк дуть, чтоб печку разрушить Дунул раз, только сажусь печкой полетел Думал два, ветер в трубе сгудил Ну, разбежался хорошенько И как дунул в третий раз, аж покраснел весь Глупый этот волк, дует, дует А печке его дутье, как слону дробина Конечно ее не сдуешь, печка-то каменная Ну, думает, я вот через трубу доберусь до этого маленького Ну, и стал карабкаться на крышу Тяжело с набитым брюхом по крышам лазить Два раза падает, все коленки ободрал Колючих репейников на хвост не цеплял Но все-таки дополз Доболтится-то дополз, а в трубу-то не пролезает Набитая козлятами брюхо мешает Выточил тогда волк всех козлят Рассадил на крыше бороздом Сидите, говорит тихо, не шалите, а то съем А сам думает, доберусь до этого мелкого, самого вредного А потом опять их всех перепопроглатывали Ползет волк в трубе, еле-еле пролезает Весь сажи перемазался Вдруг слышит, кто-то внизу спичками чиркает А эта коза вернулась, приняла спичку топить Капусту готовить А она, пока волк по трубам ползал Успела уже и песенку по-настоящему спеть И козлят своих с крыши согнать И маленького наругать За то, что в печке сидел Развела коза огонь Загорелся у волка хвост Самая волка кричит Что же вы это делаете-то, больно же! Еле-еле из трубы выкропился И убежал в лес хвост зализывать А коза глазами хлопает Не понимает, откуда волк в ее печке взялся Но тут семеро козлят ей все и рассказали Вот такая история вышла Ой, заболтался я с вами Опаздываю А вы, если хотите капусту есть Незнакомым людям дверь не открывайте Субтитры сделал DimaTorzok Вот вы, голубчики мои Едите куличики А кто их понаделал, не знаете Вот, послушайте-ка, что я вам расскажу Жили-были сестрица Аленушка и братец Иванушка Родители у них на ярмарку за гостинцами уехали А Аленушка с братцем Иванушка не послушались Пошли в лес и заблудились Лес дремучий И посреди леса печка стоит А в печке пирогов набито Как селедок в бочке Удивились сестрица Аленушка и братец Иванушка А печка им страшно Так говорят человеческие волосы Поешьте, детки, моих пирожков Иванушка обрадовался А сестрица Аленушка шепчет ему на ухо Не кушай пирожков Ну, мало ли что Не послушался ее братец Иванушка И все пирожки умял Ну и начал ныть Пить хочу я, пить хочу Я так и знала Подумала Аленушка А братец, как назло, еще и икать начал Тут вдруг пац И молочная река, кисельные берега Ладно, не ной Говорит сестрица Аленушка Погоди Сейчас я тебе кисельку с молочком дам А Иванушка невоспитанный Слушать ничего не желает По траве катается и визжит Не хочу я годить Я сейчас вот из козленкова копытца Напьюсь водицу Ну что за балбес такой Он же знал Что из лужи пить нельзя Ну там же микробы Все равно ведь не послушался На четвереньки встал Язык высунул За правду пить собрался А Аленушка, как на беду В кисельных берегах завязла Кричит ему Не пей, Ивановка Козленочком станешь Братец же на нее Внимание не обращает Знай себе прихлебывает Какие в той воде микробы были Я уж не знаю Только Иванушка сразу шерсти весь оброс А тут друг и с наябленьком Ему ласково так говорит А попробуй-ка Иванушка моих яблочек Иванушка попробовал И у него на голове рога выросли А на ногах копыта Встал он прям как живой козленок Ох как! В ту пору пролетали мимо гуси-лебеди Услыхали, что кто-то подъем в ней Кромко чавкает А там козлик яблочки лопает И так ловко их укрятывает Что даже огрызков не остается Удивились гуси-лебеди И решили козлика бабе-яге показать Налетели и утащили Иванушку В избушку на курьих ножках И козленочек главное прям Так бабе-яге понравился Такой гладенький Такой миленький Такой жирненький Что захотела бабушка Скушать козлика Топит печку А сама напевает Жил-был у бабушки Серенький козлик Остались от козлика Рожки до ножки Испугался козленочек Заблил на весь лес Горят костры высокие Кипят котлы чугунные Тачат ножи булатные Хотят меня зарезать их И бросился со всех ног К тому месту Ну где его сестра Из киселя вылезала Баб-яга хватит А козлик-то убег Послала она тогда Этих гусей-лебедей Побой Аленушка На силу из киселя Выбралась Подхватила на руки Братца А куда спрятаться Не знает Растерялась И заплакала Тогда печке Стыдно стало Тогда накормила Ванюшу Пирогами такими И спрятала она Бедненьких деток А гуси-лебеди Мимо пролетели Долго потом еще Сестрица Аленушка В лесу плутала Сырую не пейте Только кипяченую Ну мало ли что Станьте козлиночку А доктора Не помогут Что-то маловато У меня кубиков Это че Разве это башня Если что-нибудь Делаешь То нужно делать хорошо Навека А то всякое может случиться Вот например Жили-были лиса И зайца Была у лисы Избушка ледяная А у зайца Лубиная Ну конечно Когда весна пришла У лисы избушка растаяла Одна лужа осталась Пришла мокрая лиса К зайцу Да и говорит Зайчик-зайчик Убегайчик Пусти меня к себе пожить А зайка добрый такой Конечно-конечно Лисичка-сестричка Проходи Не стесняйся Только не наследи тут мне Пообжилась лиса У зайца Пообсохла Хвост распушила Рыжая такая Смотрит на себя В зеркало Любуется А серенький заяц Начал ее раздражать Уши у него длинные Глаза косые А хвостик маленький Смех один И решила лиса Выгнать зайку Уходи, говорит, от седого Подобру, поздорову Пока я тебя не съела Давай-давай Чтоб мои глаза Тебя не видели Идет зайка Плачет А навстречу ему пес Ты что плачешь, косенький Да вот песик Была у меня избушка Ледяная А у лисы ледяная Пришла весна Избушка у лисы растаяла Пустил я ее к себе пожить А она меня и выгнала Не крути, инсели на ухи Можно твоему гору помочь Пойдем-ка, короткохвостый Сейчас мы эту лису Ух! Пришли Пес начал лаять А лиса не испугалась даже Лежала она на печке Лежала А потом как крикнет А ну! Кто это там гавкает? Я сейчас как выскочу Как выпрыгну Полетят клочки по закоулочкам Пес задрожал от страха Хвост поджал И убежать уже хотел А лиса ему говорит Ладно, не бойся Заходи в дом Вдвоем жить веселее А ты-ка, сведи отсюда И он жаловаться на меня будет Ябеда Идет зайчик по тропиночке Плачет А навстречу ему волк Ну, зайчик-зайчик А я тебя съем Не ешь меня, волчок-серый бочок Я тебе песенку спою И запел Я колобок-колобок По амбару метен По сусееку вскребен Нет, что-то я вам не то пою А, вот как Зайенька и говорит Была у меня избушка лубяная А у лиса ледяная Пришла весна У лиса избушка и растаяла Пустил я ее к себе пожить А она меня выгнула Ладно, не печалься, говорит волк Разберемся Ну-ка, пошли Только волк собрался Лису выгонять А она его в окошко увидала И кричит О, куманек, заходи Втроем жить веселее А зачем ты с собой Этого зайца притащил Гони его в шею Идет зайчик по дороге Плачет А навстречу ему медведь Зайка, ты почему плачешь? Да вот, косолапый Была у меня избушка ледяная А у лисы лубяная Фу ты, то есть наоборот Но не важно В общем, выгнала меня лиса из дома Пойдем я тебе покажу Пришли они к избушке А там уже полным-полно зверя сидит Как в зоопарке И мышка-нарушка И лягушка-квакушка И бычок-смоленой бочок И даже слон пришел Кого там только летит Еле-еле помещаются И тут медведь как заревет Эва, какой теремок слабый Я тоже там жить хочу И полез, и полез Придет в дверь как трактор Я стану вниз Тут такой шум поднялся Маленькие пищат Большие рычат А доски трещат Ну, и разломали они, конечно, церемонку Чуть не попередавили там друг друга Так вот я и говорю Если с кем попало дружить Домик нужно строить побольше И попрочнее Маленькие пищат Ох, и люблю я к медведю в гости ходить Как-нибудь и вас с собой возьму А сейчас послушайте-ка страшную сказку О гостях Жила-была девочка И звали ее Красная Шапочка Ну, потому что она все время носила красную шапку И зимой, и летом Однажды мама попросила красную шапочку Отнести больной бабушке в гостиницу Взяла девочку корзинку с пирожками И пошла Идет она, идет по лесной тропинке А пирожки так вкусно пахнут Вот девочка и говорит Сяду на пенек Сяду на пенек и съем пирожок А тут мимо нее прокатился кто-то И бум прямо в дерево Да это ж колобок Сидит и головой мотает Ну, вообще-то у него только одна голова и была Ни ног, ни рук Подняла его Красная Шапочка А колобок и говорит человечим голосом Ишь меня, девочка, я тебе песенку спою Кто ж тебя есть-то будет? Ты ж по грязной земле катался Возьму-ка тебя я лучше к бабушке Может, для чего-нибудь изгодишься Отряхнула Красная Шапочка колобка И положила в корзинку А волк за кустами сидел и все слышал Решил он съесть всех И шапочку, и бабушку, и даже колобочку А бедная бабушка лежала на кровати и болела И очень удивилась, когда в ее дверь постучали Кто там? Спросила бабушка Это я, твоя внучка Красная Шапочка пришла Проручал волк Ох, наверное, и внучка моя заболела Что-то у нее голос такой хриплый Подумала бабушка И сказала Держи мне, деточка, за веревочку Дверь и откроется Так волк и сделал Дверь открылась А дальше такое началось В общем, слопал бабушку серый разбойник Только очки да чепчик выплюнул Облизнулся волк и стал внучку поджидать Притворился он, значит, больной бабушкой Чепчик натянул, очки нацепил И только укрылся одеялом, как в дверь постучали Кто там? Спросил он Это я, твоя внучка Красная Шапочка Терни за веревочку дверь и откроется Сказал волк и бабушка Девочка вошла, поставила корзинку с колобком на пол Видит, совсем дело плохо Разболела серушка И только хоть серое, все шерстью обросло Села Красная Шапочка рядом и говорит Бабка, бабка, а почему у тебя такие большие руки? Чтобы крепче обнимать себя, деточка Сказал волк и улыбнулся Бабушка, бабушка, а почему у тебя такие большие зубы? Чтобы съесть себя Крикнул волк и проглотил Красную Шапочку Испугался колобок Завизжал от страха И как прыгнет из корзинки А волк его на лету поймал и тоже слопал Лежит волк, пошевелится на руку Стонет, разве же можно всех подряд есть? Конечно, вот живот и разболелся А потом вдруг стал надуваться Превратился в огромный шар И бах! Вот мы выскочили оттуда бабушка, Красная Шапочка и колобок Бабушка с внучкой смеются, обнимаются А колобок как нуб подкатился Скачал на подоконник и был таков Катится он по дорожке, а навстречу ему леса Но колобок опять свою песенку запел А лиса и говорит Ох, старая стала, плохо слышу Сядь ко мне на носок, да пропой еще разок Прыгнул ей на нос колобок и запел А она его, хам, и съела Вот и урок этому классу Ведь тебя уже один раз съели Что же ты к незнакомым лисам на нос прыгаешь? Да и Красной Шапочке урок Нельзя в лесу рассказывать незнакомцам, куда ты идешь Ну а главное, надо чаще навязать бабушку Тогда уж точно с волком ее не перепутаешь Субтитры создавал DimaTorzok Так, так, так Сидите здесь и не знаете Что зима пришла Снегу навалило Да может вы и про Деда Мороза ничего не знаете Ладно, слушайте сказку Жила-была злющая-презлющая женщина И были у нее две дочери Одна родная, а другая неродная Подчерится Родную дочку женщина баловала Фруктами и конфетками разными кормила А это ее дочка все время капризничала То у нее пряник сухой, то у нее конфетка несладкая То у нее кукла потерялась А черица же была наоборот Добрая никогда не капризничала И по дому все делала Но мачеха все равно ее не любила А потом взяла, отвезла в лес И там бросила Сидит девочка под елкой одна Заверзла вся Вдруг баба яга в ступе летит Приземлилась рядом А из-за елки Дед Мороз как выскочит А ведь маленьких обижаешь А баба яга ему Да не ем я девочек замороженных Смотри, она скоро в сосольку превратится А у меня и без нее ангина была Ты все так заморозил Что у моей избушки лапы к земле примерзли Ни к лесу задом, ни ко мне передом не поворачивается Ой, ладно, ладно, лети отсюда Кыш, обещал Завтра будет потепление Так смешно сказал Как по телеку Ну, когда прогнулась погода, говорят Ну, баба яга, значит, опять в ступу забралась И полетела к избушке А Дед Мороз к девочке подошел И странно так у нее спрашивает А тепло ли тебе, милая? Типа популо, мама-мама, розушка Отвечает она Идет Дед Мороз, воспитанная девочка Неприхотливая Решил он ее к себе взять И привел он девочку в свой ледяной терем Будешь, говорит, не перьям взбивать Да так, чтоб перьям в разные стороны летели И тогда на земле снег падет Будешь терем чисто прибирать Солнышко появится А справишься, задарю Не, обдарю Не, надарю Как же это он сказал-то? Фу, вспомнила Награжу! Девочка все так хорошо делала Что Дед Мороз прям не нарадуется И решил он ее ударить То есть наградить Отвел он девочку на поляну Где 12 месяцев у костра сидели Все они сделали ей подарки Весенние месяцы Огромную корзину цветочков Летний грибочков, ягодок А осенний мешок картошек Ну и еще что-то, что осенью собирают А, гербарик! А Дед Мороз с зимними месяцами Дали ей тройку белых лошадей Сани и елку на Новый год Ой, да еще целый сундук с нарядами Вернулась девочка домой Румяная и богатая Увидела ее злая мачеха Сразу поскочила И начала расспрашивать Где она столько всего набрала Падь-черица была добрая Поставила мешок с картошкой в угол Ну и все и рассказала Эта злюка родную дочь Быстренько собрала И влезет везла Сидит та под елкой Хнычит и пряник не солит Накрошила вокруг себя так Что стыдно даже А тут Дед Мороз как из-за елки выскочит Как спросит Тепло тебе, милая? А-а-а, тепло! С носу потекло Давай скорее подарки Дед Мороз прям в сугроб и свалился Но оттуда спрашивал Тепло тебе, девочка? Девчонка вскатила, ногами топает Ты что, меня заморозить хочешь? Подавай все, что положено А Дед Мороз из сугроба выбрался Как стопки к посохам Девчонка снежную бабу и превратила Теперь так и будет до весны стоять, наверное А может даже и будет А добрая девочка Новый год встречает И всех еще подарками надарила Красота! Вот, друзья мои, запомните Настоящие подарки получают Только дети не ленивые и добрые А если вы ленивые и злые будете То подарков не получите Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok